Вывод уравнения фазового перехода А.П. Смирнова из подлинного третьего закона Ньютона. На основе догадок А.П. Смирнова, указывающих, как простроить физические модели между частицей и эфиром, автор Чехарсано предразделил физическую модель ньютоновского динамического взаимодействия между эфиром и частицей в относительной версии. Мне хочется рассуждать не поверхностно, но сущность. Не выдаваясь в подробное описание физической модели относительно динамического взаимодействия между эфиром и частицей, я докажу вывод уравнения фазового перехода А.П. Смирнова с уравнения относительной версии динамического взаимодействия Ньютона. Динамического взаимодействия Ньютона. Получив уравнение, сила F действия умножена скоростью V действия равно минус скоростью F противодействия и сила F действия мощно выражена как М означает масса. Так, большая просьба, все-таки заняться слушанием мне. Спасибо. Давайте послушаем. М действия умножено А действия умножено скоростью V действия равно минус M противодействия умножено А означает ускорение противодействия умножено скоростью V противодействия, которое А.П. Смирнов указал в странице 89.9 его брошюры «Преклонение перед истиной». Чарль Сану решил, что FD умножено VD равно минус FB умножено VB описывает взаимодействие между частицами, тогда как взаимодействие между частицей и эфиром можно описать как равнение номер 3. Сила F действия умножена скоростью света минус скоростью V действия равно скоростью, нет, сила противодействия умножена скоростью света. где скорость VD означает линейную, прямую скорость, тогда как C минус VD – скорость вращения, то есть скорость катания. Сумма линейной скорости VD и скорость вращения, скорость света минус VD, есть скорость света. Введя вышеизложенные рассуждения письменного частица статичной массы M, в случае, в котором линейная скорость равна нулю, нулю, может быть описана как масса MD умножена AD умножена C минус VD равно M0 умножена AP умножена C минус 0 равно M умножена AP умножена C. Так как уравнение, ну, ускорение AD, в котором вращающаяся частица ввертывает волокно эфира, равно ускорению AP, в котором волокно эфира, вверчен частицей, то есть ускорение AD равно A противодействие. Поэтому можно вывести такое уравнение. 3, 3 и 4. Это, да. И здесь нужно акцентировать внимание на том, что C минус V, как сказать, отдельно скоростью света, есть проекция превращения мёбиуса на реальную ось в теории комплексной функции. В формуле C минус V отдельно скоростью света, только V является переменной. Также нужно обратить внимание на то, что Эйнштейн, чтобы осуществить гипотезу о том, что никакая скорость распространения физического явления никогда не переваливает скорость света. заменил подлинную C минус V отдельно скоростью света. В формуле C минус V отдельно скоростью света. В формуле C минус V отдельно скоростью света бросил возможность принимать отрицательную диэлектрическую постоянную, отрицательную магнитную проницаемость и отрицательную массу как объект физики. Используя эти соотношения, введём уравнение. Такое уравнение. Цель это вывести уравнение фазового перехода Анатолия Павловича Смирнова. Вы прочитаете только? Да, да, хорошо. Успевает, успевает, я думаю. Просто поясняйте форму, не торопясь. Да. Вы видите такую же формулу. И вы понимаете, как я вывел в конце концов уравнение фазового перехода Анатолия Павловича Смирнова. Здесь T и TR означают температуры. В уравнении Анатолия Павловича Смирнова было написано, как D означает не только температура, а тоже магнитное поле и давление, я думаю. Я плохо слышу. И так как вышеизложенный вывод математического уравнения 5 или 1 может справедливо возвращаться к начальному уравнению 3. То, что выведено наверху, означает, что уравнение фазового перехода 5 Апс Смирнова эквивалентно соотносительной версии 3, то есть физической модели частицы 3' и прям подлинного 3-го закона в замедействии Ньютона. И нота бене. Это равенство логарифма соотношение скоростей света с температурой подтверждено концепцией энтропии, определенной Апс Смирновым на уравнении подлинного 3-го закона Ньютона. Апс Смирнов определил энтропию как из этого уравнения. Таким образом, S равно логарифме. И когда абсолютная величина скорости противодействия меньше, чем абсолютная величина скорости действия. тогда S имеет отрицательную величину, что значит нега энтропию, то есть антиэнтропию. И я рассуждаю, что в относительной версии антиэнтропия может определиться как таким образом. И вообще энтропия может определиться как соотношение температур. причина, по которой я да, извините, извините. Я поставил равенство между логарифом и температурой. можно оправдываться таким образом. это все. Все, спасибо. Ну, видимо, вопросов нет, да? У вас эти вот значки просто опущены, да? Потому что вот все эти величины они как-то без значков, без обозначений. Как-то теряется смысл. Хорошо. Угу. То есть какие-то значки существуют, да, у вас? Угу. Индексы при переменных или что? М0 там и так далее, да? Ну, к сожалению, вот на изображении это не очень ясно. Ребятка на вход. Спасибо.